здравствуйте в эфире программа линия правды я ее ведущий василий павлиди сегодня у нас в студии начальник городского управления по чрезвычайной ситуации максим шатковский максим анатольевич добрый день добрый день то что прибыли сегодня пришли сегодня к нам студию тема у нас сегодня довольно лаконично называется но менее важно она от этого не становится пожарной безопасности и наверное первый вопрос все таки будет больше такой обобщенный расскажите пожалуйста об основной деятельности управления по чрезвычайным ситуациям города кокшетал но основной деятельностью управления по чрезвычайным ситуациям города кокштау это является вообще профилактика пожаров предупреждение и ликвидация каких-либо чрезвычайных ситуациях произошедших на территории города кокштау также проведение профилактического контроля и надзора в области пожарной безопасности это на объектах нашего города ну и проведение профилактической работы с населением с целью недопущения пожаров нищинских случаях каких-либо чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера принципе деятельность управления направлена на обеспечение безопасности населения какая работа проводится в период прохождения отопительного периода вот нотка красить на данный момент сейчас ну сначала отопительного периода 2023 2024 3 2020 четвертых годов управлением проводится большая профилактическая работа в жилом секторе то есть целью недопущения пожаров различных чрезвычайных ситуаций большое внимание уделяется социально уязвимым семьям нашего города где проводится адресная профилактическая работа с посещением жилых домов квартир но также мы не отстраняемся то есть вот в общем от всего жилого сектора нашего города от всех жителей стараемся максимально охватить каждого гражданина каждую квартиру каждый жилой дом с проведением инструктажей вручение памяток и буклетов на противопожарную тематику где людям нужно глядно там указано рассказано можно сказать прописано что нужно соблюдать при монтаже при использовании отопительных печей электронагревательных приугоров газобаллонного оборудования и так далее вот в рамках проведения в рамках отопительного периода у нас сто процентов охвачены семьи социально уязвимых слоев населения где мы еще помимо всего совместно с акиматом города отделом соцзащиты волонтерскими организациями местной полицейской службы и волонтерскими организациями города такие как феникс красный полумесяц милосердие производится установка датчиков раннего обнаружения угарного газа если эта квартира где нет отопительных печей то устанавливаются датчики дыма получается у нас также производится очистка дымоходов отопительных печей социально уязвимых слоях населения такие как одиноко проживающие пенсионеры инвалиды сироты вот такая категория лиц населения где у нас очищена сначала отопительного периода 106 дымоходов в городе это также совместно с отделом социальной защиты акимата города представителями акимата местной полицейской службы которые тесно совместно у нас есть план совместных мероприятий утвержденный который мы полностью отрабатываем жилой сектор а также отопитель начало отопительного периода у нас в городе установлено 180 датчиков раннего обнаружения угарного газа и дыма он становится это именно сначала только отопительного периода так цифра на гораздо выше просто мы сейчас говорим за отопительный период который начался сентября месяца 2023 года и продолжается по настоящее время поэтому большая профилактическая работа проводится в социальных сетях facebook instagram tick tock также на в печатных изданиях нашего города степной маяк арка жары любимый город газеты как что у сегодня где мы опубликовываем статьи заметки на различные противопожарные тематики то есть это и по по использованию электрических нагревательных приборов по правилам их безопасности их использования также отопительных печей то есть на те актуальные темы где из-за чего в основном происходят пожары это детская шалость с огнем не можем ее исключить потому что различные мы тоже проводим викторийные конкурсы проводим акции различные беседы лекции в школах проводим интерактивные уроки проводим то есть также на классных часах в родительских чатах стараемся отправлять всеразличные призывы потому что это каждый ребенок и домой придет объяснить своему родителю что в одном школе рассказали это ну и также со взрослыми проводим в торгово-развлекательных центрах на объектах с массовым пребыванием людей например у нас также транслируется вот у нас 1 февраля и по 29 февраля текущего года на территории нашей области ну и непосредственно города как штаб объявлен мечник пожарной безопасности где эта работа вся усиливается максимально массово мы стараемся охватить жилой сектор нашими сотрудниками всего гарнизона города проводятся подворовые и поквартирные обходы субботники пожарной безопасности проводятся то есть если сотрудники они среди рабочей недели ходят ну то есть распределяем по участкам у нас приказом закреплены улицы за сотрудниками нашего гарнизона то в субботу у нас начинается эта работа проводится вообще массово то есть начиная с построения лично состава и максимально свободные от службы наши коллеги сотрудники органов гражданской защиты выдвигаются в город для проведения вот этих всех мероприятий для проведения инструктажей то есть наш сотрудник по разрешению собственника жилья если это вы скажем частный дом проходит к его отопительной печи он объясняет все требования то есть что должно быть что плиты должны быть целые для того чтобы не попадал угарный газ у нас помещение так как он угарный газ он без света и без запаха пока организм не поймает большую концентрацию угарного газа когда это приводит уже к плохому самочувствию потери сознания иначе человек его ощутить не может для этого кстати мы устанавливаем датчики угар раннего обнаружения угарного газа поэтому и все требования по отступке от дымовой трубы до сгораемых конструкций легко воспринимающих конструкций которые у нас необходимо соблюдать не менее 26 сантиметров также перед печью должен быть закреплен притопочный лист размером 50 на 70 сантиметров для чего он крепится перед печью случае открытия дверцы выпадение угольков чтобы не было сгораемых конструкций также доводятся такие требования как запрет сушки белья над печами дров и всяких сгораемых вещей то есть колодцы должны очищаться не реже одного раза в трех месяцев колодцы отопительных печей вот в связи с этим и инвалидам нашим пенсионерам одиноко проживающим то есть лицам относящихся к социальным слоям населения получающие асп мы вот проводим такую акцию совместно с акиматом по очистке этих дымовых печей то есть на абсолютно бесплатной основе вот что сказать также у нас транслируется в торговых точках то есть торговых домах постоянные призывы это в такие крупные как смол центральный вортылых базар и жибек жилый рынок торговый дом сум у нас призывы о соблюдении мер пожарной безопасности в быту жителями нашего города вот максим анатольевич такой вопрос касательно кровь касательно профилактики проводятся естественно рейды а такой вопрос насколько они скажем так регулярно проводятся то есть если какая-то статистика сколько уже проведено сколько вообще планируется еще до конца отопительного сезона сначала отопительного периода мы уже посетили более 25 тысяч домов и квартир нашего города то есть у нас эта статистика ведется то есть количество инструктажей там бесед проведение интерактивных уроков до открытых уроков также у нас с целью привития навыка до при культуре безопасности населения у нас проводятся дни открытых дверей в пожарные части где мы приглашаем детишек при проведении акции безопасный город мы выставляем наглядные примеры то есть если мы это приходу проводим на объектах с массовым пребыванием людей это мы проводим и не только в коммерческом коммерческих на коммерческих объектах с массовым пребыванием людей это и в учебных заведениях крупных учебных заведений где мы можем показать наглядно приборы которые послужили причиной пожара то есть это различные там скажем так утюг вентилятор ветерок какой-то газовый баллон показываем как он при взрыве что получается когда его при разрыве его при раз герметизации баллона что с ним случается и тогда это мы все показываем людям наглядно также выставляем ряд фотографий где показан у нас итог после что случилось после того к чему это приводит несоблюдение правил пожарной безопасности поэтому я считаю что проведение данной профилактической работы вот которые адресное посещение жилищ она очень эффективна и в принципе люди у нас тоже с пониманием все относятся но есть до категории лиц граждан которые пренебрегают правилам пожарной безопасности допускают курение курение в помещении курение в постели зачастую это бывает в нетрезвом состоянии то есть человек он теряет бдительность когда он находится в нетрезвом состоянии поэтому это бывает приводит и к летальным исходам но чтобы это минимизировать гарнизон гражданской защиты города как штаб максимально стараемся гарнизоном охватить все все моменты во всех направлениях стараемся отработать это игру и работа в социальных сетях призывы в социальных сетях и комментируем с места происшествия люди тоже смотрят что из-за чего примерно может произойти пожар и что какие последствия после этого то есть люди остаются без жилища без одежды скажем так всего лишь можно было это можно было предостеречь и обойтись если соблюдать тебя бы элементарные правила требования пожарной безопасности вот такой вопрос еще какие действия предпринимаются по уменьшению количества пожаров автотранспорте ну у нас также увеличится пожары в основном в зимний период увеличится пожары на автотранспорте почему потому что где-то люди начинают греть машину где-то различные подогревы устанавливают где-то устанавливают не скажем таких в автосервисах сигнализации скажем да автозавод как мы ее называем различные сигнализации где некачественное устанавливать то есть и зачастую вот пожары происходит из-за этого ну они есть и в летний период но нами проводится работа по также посещению автосервисов где проводятся эти все работы с автомобилями где проводятся какие-то электрические электрическая работа по электрике с данными автомобилями где устанавливать газобаллоны оборудование на автомобиле то есть зачастую тоже бывает что из-за плохого обслуживания или не вовремя обслужившие газовое оборудование тоже она является причиной одного из пожаров поэтому на станции технического обслуживания на крупных автостоянках на конечных остановках мы проводим автобусных остановках потому что автобусом тоже является таким же автотранспортами где у него еще находятся люди внутри что может повлечь за собой не очень хорошие последствия при его возгорании поэтому нами но данная работа проводится на автозаправочных станциях проводим и полностью с раздачи памяток буклетов доведению можем даже это не с целью проверки с целью просто инструктажа просим показать огнетушитель автовладельца автолюбителя то есть подсказать ему потому что огнетушители бывает они лежат но они просроченные которые уже никакого эффекта не принесут во время возгорания то есть мы это подсказываем если на них есть манометры то давление должно соответствовать чтобы любой автовладелец мог им воспользоваться случае необходимости и предотвратить возгорание на ранней стадии то есть что является и успехом тушения пожаров хоть на автотранспорте и хоть в жилом сектор это ранее сообщение о данном пожаре то есть чем раньше человек сообщит уже зачастую люди начинают тушить своими силами потом вызывает только противопожарную службу но когда уже пожар набрал какой-то большую квадратуру горения и так далее он разогнался его уже тяжелее остановить скажем так чем предотвратить на ранней стадии либо потушить еще вот такой вопрос касательно наверное все таки больше работников то есть спасателей у нас нашем регионе есть академия гражданской защиты имени малика габдулина которая готовит непосредственно профессиональные кадры то есть спасателей и вот можете ли вы рассказать немножко о поступлении туда вот для наших телезрителей те кто хотел бы связать свою жизнь с этой опасной но очень важной профессии да спасибо хороший вопрос вообще правильный выбор профессии это всегда было так что это залог будущего до будущего успеха вообще любого человека поэтому в казахстане есть единственный вуз это академия гражданской защиты имени малика гадульна которая находится у нас городе кокштау ранее это назывался как штабовский технический институт но он переименован теперь в академию гражданской защиты поэтому там ведется вообще набор на обучение по четыре четырем образовательным программам это пожарная безопасность защита в чрезвычайных ситуациях пожаротушение и аварийно-спасательное дело и командная тактическая силы гражданской защиты защиты обучение проводится в очном формате то есть принимаются все граждане республики казахстан и девушки и юноши вот сейчас уже в практику вошло то что уже даже и девушки могут поступать и учиться достигшие 16-летнего возраста годный по состоянию как по состоянию здоровья так и годные к воинской службе в армии поиска службы учебе вот так зачисление в академию проводится по конкурсу соответствии с баллами полученными у сертификате ент по сдаче ент но и с учетом результатов отбора скажем так по медицинским физическим всем показателям чтобы они соответствовали обучение курсантов осуществляется за счет республиканского бюджета то есть в течение всего периода обучения курсанты обеспечиваются питанием обеспечится форменным обудированием сто процентов они за свой счет ничего не покупает это все обеспечивается государством еще также что очень немаловажно имеется государственная стипендия то есть она подразделяется по курсам первый второй курс это 11000 тенге получают курсанты третий курс 22 тысяч тенге и четвертый курс 48 тысяч тенге то есть получает абсолютно все сто процентов вне зависимости чуть-чуть слабее успеваемость либо лучше успеваемость получение стипендии это все получают сто процентов так также курсантам оплачивается проезд в период каникулярного отпуска то есть если человек купил билеты поехал в другой город домой ему по приезду ему оплачиваются эти билеты возврат срок обучения 4 года что юноши что девушки с 1 по 3 курс обучается на казарменом положении четвертый курс они за свой счет проживает в городе ну то есть снимает жилье питается и так далее и так далее уже в городе они за свой счет именно четвертый курс то есть обучение по факту полностью бесплатно обучение абсолютно бесплатно еще и при этом получают курсанты стипендию ну что ж максим анатольевич наверное такой последний вопрос даже не вопрос а просьба обратиться наверно к нашим телезрителям касательно пожарной безопасности все-таки темы мы действительно очень важное как никак мы сами часто проводим беседы с со спасателями благодаря вот нашему телеканалу люди стараются узнавать как можно больше об этом но вот из ваших уст чтобы скажем так небольшое обращение прозвучало вот на третью камеру можете сказать есть немаловажные такие требования это по электрической проводки скажем когда соединяет люди алюминий вместе с медью то есть это по правилам электроустановок электрических установок это запрещено также запрещены скрутки скрутки путем вот как у нас в народе говорят да обмотали изолентой и закрыли крышку распределить распределительной коробки то есть там происходит нагрев что такое нагрев это слабая изоляция слабое соединение вот получается короткое замыкание это все нужно садить на колпачки сизы так называемые для более плотного соединения и тогда у вас не будет происходить нагрева электроприводов и так далее просьба не перегружать электрические сети зачастую все мы знаем что у нас продается китайская некачественная продукция такие как удлинители тройники и так далее где в одну в один электрический скажем переносной удлинитель люди могут включить там 34 холодильника пусть это будут объекты бизнеса или жилой сектор жилой массив чайник холодильник утюг и так далее не понимая то что данный удлинитель он не выдержит такую нагрузку и начинается его плавление то есть человек может отлучиться буквально на пару минут и после чего может произойти беда не человек даже и не поймет то есть не стоит подаваться даже на случай возгорания не стоит поддаваться паники нужно незамедлительно номерать по номерам 101 112 даже в случае возникновения пожара выводить домочадцев на улицу и дожидаться приезда спасателей также немаловажно отопительные печи которые должны быть в исправном состоянии как я уже выше говорил то есть без трещин без повреждений всяких и должны обслуживаться то есть регулярно обслуживаться в акаде после окончания отопительного периода ну и правы проводиться профилактика во время его прохождения спасибо за внимание берегите себя и своих близких ну что ж максим анатольевич спасибо вам большое что пришли сегодня к нам студию подняли действительно важную тему важную и острую тему и хочется пожелать вам конечно удачной работы но не просто удачной и как можно меньше этой самой работы чтобы жители нашего города всегда были безопасности благодарим вас еще раз спасибо что прибыли но а наш эфир подходит концу в студии работа в василий павлиди и пусть вас всегда ведет только одна линия линия правды а